Приветствую вас, авантюристка, интересный ник у вас, я думаю, что здесь вы столкнулись с таким достаточно интересным, на мой взгляд, феноменом, когда человек чего-то очень долго хочет и, в общем-то, получая это, он оказывается в потере перед дальнейшим каким-то своим будущим, потому что цель, то, чего он хотел, то, чего он так сильно желал, если угодно, оказалась достигнута, а новых, новых каких-то целей, новых каких-то перспектив человек еще просто не успел наметить. И, соответственно, человек переживает такой вот определенный кризис. Я думаю, что это вообще хорошо, что вы не ощущаете связи с ребенком, не ощущаете беременность, потому что это говорит о том, что вы достаточно легко этот процесс реализуете, вы достаточно легко это все проходите, вот, а есть страхи, что вы плакая маме, что вы не справитесь, и прочее, и прочее. И это связано с тем, как мне видится, что у нас принято, вот, беременность относиться к, ну, культу слабости женщин, я бы так сказал. Я попробую сейчас немножко пояснить свои слова, потому что, наверное, слишком сложно. Культ слабости женщин это такая штука, когда мужчины считают, что женщина способна только на определенные действия, на определенный ряд действий, и больше ни на что. И, ну, это и в серии, что готовка уборка, дети и постель, вот, в совершенно разных пропорциях, в совершенно разных, так сказать, приоритетах, ну, вот так, да. И, естественно, беременность, она для мужчины, только для мужчины. Женщина обязана беречь своего ребенка для мужчины и обязательно должна осознавать всю важность вот этой самой беременности и понимать, что она является, ну, носителем, собственно, продолжения рода мужчины. Да. Это я так специально немножко маскулинно это все описываю, вот, но на самом деле это, конечно, все очень жидкие стереотипы, вот, жертвой которых вы, к сожалению, стали, потому что вам кажется, кажется, что вот я сейчас, значит, ничего не чувствую, значит, со мной что-то не так, значит, я, там, какая-то плохая, значит, я, там, чего-то не могу, ну и... и так далее. Вот, это стереотип, я уже сказал, все происходит по мере, так сказать, своего естественного пути. И вы боитесь чего-то нового, вы боитесь чего-то неизвестного, вы боитесь чего-то такого, чего с вами никогда не было, никогда не случалось, это нормально. Я думаю, что то, что вы плохая мама, это такой интроект, такое слепое немного следование, на мой взгляд, слепое следование, каким-то, ну, каким-то глупым, как мне кажется, идеям, нормам, да, ограничивающим очень сильно человека. И вопрос в том, чтобы вы относились с критикой определенной к этим, к этим вещам, к вещам о том, что вы плохая мама, да? Просто вы не плохая мама, вы никакая мама. Сейчас. Ну вот, пока вы не родили ребенка, вы не мама, вы беременная женщина, это... Недаром это называется именно так, да, беременная женщина или будущая мама, но не мама. Да, и все, как родители вы не стояли, не стояли. И, соответственно, воспринимать ребенка как ребенка сейчас, пока вы его не видите, нельзя. Вот. Если вы такая очень активная женщина, активная, такая бодрая, подвижная, вот, если вы такая больше, вот, экстраверс, да, то, ну, это нормально. Что вы не испытываете какого-то вот связи с ребенком, если хотите, там, ну, делать, что-то, да, думать о беременности, там, что-то и все. И если честно, я не очень понимаю, зачем это. То есть, если вы занимаетесь домашними делами, все, в общем, проблемы. То есть, а что, сидеть и читать книги по дременности, то, в общем, ладно, что-то происходило именно вот так. Естественно, спонтанно, спокойно, инклюзивно. И в идеале, в идеале, чтобы вы и ребенка воспитывали, так же. Спокойно, инклюзивно, немножко спонтанно, да, вот, но при этом искренне, эм... Искренне и без вот этих самых, вот, эм... стереотипов, да, которые, вот тут, ничего хорошего не дают, а только, совершенно не оправданно ограничивают человека в какой-то, ну, в какой-то его, эм... в каком-то его восприятии мир. Вот. Мне кажется так. Поэтому... на мой взгляд, ничего страшного не происходит. Ну, соответственно, определенная тревога, да, определенная тревога есть. Я полагаю, что тревога связана с ожиданиями других людей от вас, вот. Тревога связана вот именно здесь, вот, в том, что вы обискиваетесь, и вы обискиваетесь из нормы, вот. Ну, это... эм... Это конфликт. Достаточно серьезный конфликт, на мой взгляд. И... я полагаю, что... эм... если вы начали чувствовать это только сейчас, то ничего, ничего страшного. Эм... важно просто задать себе вопрос, да, почему то, что я чувствую, или то, что я не чувствую. Это неправильно. Точнее, как может быть то, что... Я... эм... Как может быть то, что я чувствую, или не чувствую, неправильно. Я либо чувствую что-то, и это есть, это... Неправильно и неправильно, это есть, да, либо я не чувствую, что это... Неправильно или правильно, а это есть, это есть вот... Вот как бы так, и все, вот. Поэтому, я думаю, что здесь исключительно вот такая история, исключительно такой момент, и мне думать, что по-другому здесь, ну, просто означает скатываться еще больше тревожности. Вот. То-то самое касается плохой мамы, то-то, что такое плохая мама? Вот. Что такое плохая мама? Вот. Что это такое? Что из себя представляет это выражение? Это очень такой серьезный, серьезный, на мой взгляд, вопрос, который нужно себе задать. Потому что, если вы немножко покопаетесь в этом, если вы так просто попробуете, на мой взгляд, что такое плохая мама? Плохая мама? Что это значит? Которая там, не знаю, орет на ребенка, бьет ребенка, да, вот это, ну, сразу, сразу, такие вещи какие-то. То-то плохая мама. Ну, плохая ли это мама? То-то сделает ли это мама плохой? Да? То-то она бьет ребенка, да, она его там, не знаю, там, что-то еще делает, нехорошее, она его голодом морит, да, там, истязает его, причиняет ему боль, там, значит, вредит ему как-то. Плохая ли это мама? Вообще как-то характеризует вот эти действия человека как маму? Вопрос. Вот, наверное, первое, что хочется сказать, что, ну, да, это характеризует человека, это плохая мама. Ну, а если вот чуть-чуть глубже капнуть? Человек ведет себя столь агрессивно по отношению к своему ребенку. Так это в нем мама говорит? Или в нем это говорит что-то его собственное, человеческое, вот, что-то в человеке в самом говорит? Скорее всего так. А человека можно сказать, что человек плохой? Потому что если он там вредит ребенку. То есть, как бы, ну, это просто оценка. Это просто оценка. Оценка. Если, к примеру, убрать вот этот вот негатив, да, то есть, как бы, отделить этот негатив, негатив от отношений мамы и ребенка, то она будет вести себя, мама, я имею ввиду, будет вести себя, ну, более естественностью. Знаете? То есть она, вот, две мамы будут давать разное количество ребенку. Внимание, разное количество ребенку. Строгость, разное количество всего. В одних и тех же условиях. То же самое касается и обратной истории, когда мама ребенку делает вообще все хорошо. Она его балзывает, она ему все покупает, она его постоянно ласкает, она постоянно говорит ласковые слова. Вот это вот все то же самое, только наоборот. Это такая хорошая мама. Ну, первое, что приходит на ум, да, хорошая мама. Но потом тут же приходит мысль, а не балует ли она его, да? А не, там, не знаю, развращает ли она его условно, таким образом. Следующая приходит, приходит в голову мысль, а как этот человек будет жить дальше, да? То есть, вот знаете, как бы, ну, вот эти вот стереотипы плохая хорошая, это все одинаково, как бы, по сути, корежит. Корежит личность непосредственно, как родитель, так и личность непосредственно ребенка. То есть, искажая, искажая просто личность, понимаете? Вот. Поэтому плохая хорошая, плохая хорошая мама не существует. Это просто мама, просто родитель, который просто ведет себя по отношению к своему ребенку как-то. и все. Вот. И он либо по отношению к ребенку ведет себя так, как он хочет вести, либо он по отношению к ребенку ведет себя неестественно, то есть на ребенка переносит какие-то вещи, которые вообще к ребенку не относятся. и все. И как отсутствие, так наличие этих перемен, их не характеризует родителей, и тем более человека как хорошего или плохого. Понимаете? Но у нас, у нас привыкли иметь какие-то вот четкие, четкие критерии. Если ты мама, если ты вообще на третьем месяце или на беременности не чувствуешь ребенка, если ты там занимаешься активно там чем-то, то все, ты плохая. Ты плохая мама? Плохая мама? Ну, кто, вот просто подумайте, кто может сказать, да, кто может сказать, что какой-то человек как родитель плохой. Вот кто? Просто подумайте, кто может сказать. А когда ответите себе на этот вопрос, спросите, а имеет ли право этот человек говорить, эм, говорить так. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится, вы успешно родите и не менее успешно воспитаете хорошего, достатурного человека. Вот, всего вам самого доброго, эм, удачи. До свидания. Вот так. Субтитры делал DimaTorzok